Орловщина встречает гостей. Цвет российской науки в очередной раз собирается в нашем регионе. Представительный аграрный форум Шатилова, День поля и Ярмарка сортов объединяют ученых, теоретиков и практиков со всей страны. В этом году приехали специалисты и представители около 40 регионов России. Более 30 руководителей научных и исследовательских заведений. Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Один из гостей и участников Шатиловского форума. Остановку в Амцинском районе. Традиционный хлеб-соль. С главой агрофирмы Амцинской Николаем Жирновым разговор не только о профессиональном. Руководитель известного в стране хозяйства провел небольшую экскурсию по территории мемориального комплекса танкистом-первогвардейцем. Он был построен и содержится на средства предприятия. Дань памяти павшим воинам. Церемония возложения цветов. В администрации региона Блиц-интервью журналистов интересовали прогнозы на урожай. В 2016 году в России было собрано 117 миллионов тонн зерна, включая свыше 73 миллионов тонн пшеницы. Урожай этого года может быть ниже рекордного прошлогоднего. Всему виной неблагоприятные погодные условия. По федеральным данным, посевная в этом году сдвинулась примерно на 10 дней. Настолько же может сдвинуться уборочная. Нам предстоит битва за урожай, с учетом всего того, что сегодня нам преподносит погода. Уверен, что успехи, в том числе и агрария в Орловской области, будут такие же достойны, как в прошлом году. Джамбулат Хатуов высоко оценил вклад Орловщины в общее аграрное дело. Отдельно была отмечена работа правительства и губернатора Вадима Потомского. Задача, поставленная министром, продолжить углубленный анализ состояния дел АПК регионов. Орловская область является достаточно динамичным регионом. Нас удовлетворяет сегодняшняя аграрная политика. Есть очень большие успехи, достигнутые в растеневодстве. Радует, что сегодня губернатор очень активно занимает позицию. Мы удовлетворены тем, как работает сегодня заместитель губернатора и министр, потому что является одним из экспертов при Министерстве сельского хозяйства по многим вопросам. Члены правительства области поблагодарили федеральные центры, в частности Минсельхоз, за меры господдержки. Мы с огромной благодарностью и к Министерству сельского хозяйства, и лично к Джамбулат Хазировичу, за то, что Министерство сельского хозяйства принимает активное участие в жизни региона. Мы одни из крупных получателей господдержки по развитию сельского хозяйства, за что мы выражаем всегда искреннюю благодарность. Старт аграрному форуму Шатилова был дан на Всероссийской научной конференции роль генетических ресурсов в повышении продуктивности и экологической устойчивости растениеводства. Сегодня утром у нас состоялся телефонный разговор с губернатором. И хотелось отметить, что Вадим Владимирович заверил в Министерство сельского хозяйства в отношении того, что все вопросы, которые сегодня Министерство сельского хозяйства реализует в плане инструментов дальнейшей аграрной политики, мер господдержки на территории субъекта будут выполняться в полном объеме. Коллеги, по приросту посевных площадей в минувшем году регион занял третье место в Российской Федерации. Я хотел бы искренне поблагодарить всех представителей нашего агропромышленного комплекса. Это действительно хорошее достижение. Это 1 миллион 270 тысяч гектар. В среднем на одного жителя Орловской области собрано почти 4 тонны зерна, что в 4 раза больше, чем в среднем по Российской Федерации. Накануне посетивший наш регион заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев отметил высокий уровень проведенного дня поля в минувшем году и обратился к участникам нынешнего. Во-первых, хорошая погода. В прошлом году был перед этим такой штурмовой ветер. По часам собирали все, что разметало. Мы были в прошлом году. Исключительно интересно. Какие молодцы. Какие культуры врачи. Сегодня проехали еще раз посмотреть. Поэтому хорошая погода. А все остальное заработали. И заработали. Торжественная церемония открытия дня поля намечена на 28 июня на базе Шатиловской станции. Наталья Пехтерева, Павел Джумабаев, Андрей Борискин, телеканал Первый областный.